I have ways of blowing things off. Это интересно. Это по заданиям. Пойдёмте. Я не против. Заная не обновлено. Это по какому заданию у нас было прогуляться? Хм. Выбор. Свернув с площади Народного Гнева в переулок, вы замечаете группу детей, избивающих бездомного. Рядом с ним стоит человек в плащу, и кто-то записывает в блокнот. Подойдя ближе, вы решаете спросить, что происходит. Человек в плащу убирает блокнот и рассказывает, что это группа детей из патриотического лагеря «Молодая гвардия». Дети проходят курс начальной военной подготовки и патриотического воспитания. Это их первый выход в город. Куратор недоволен. Их поведение считает их слишком пассивными. За каждого ребёнка дают премию. Выходят дети из лагеря настоящими людьми. Куратор молча продолжает смотреть на детей. Бездомный уже давно не шевелится. Вы разворачиваетесь и уходите. Это я нашёл, получается, детский дом, да? Ёлки-палки. Спор на борьбу против врагов государства. То, что я взорвал, мне теперь вышло в минус 800. Деньги улетучились. А, стоп, я могу... Ну-ка, пойди позвони. Я могу, кстати, один сериал сейчас посмотреть. Номер. Кеннингем. Пропрощаться. Положить трубку. Ничего я не могу ему сказать. ХКВ хочу посмотреть. Приключения патриотов. Давайте посмотрим. Таким образом, мы сможем ещё немножечко подружиться с Донгом. Уж не знаю, чем мне это потом поможет. Всё, валим спать. Нашли детдом. Можно пойти... У вас славь, солнце. Тут эта девочка по улице, кстати, так и ходит. Но теперь мы можем поговорить с Рекович. Если чё. Мы можем поговорить с Магдой. По всём. Уроноходы, погода, семья, работа, режим питания. Это всё было. Ну, мне кажется, что всё было. Всё, валим дальше. Отвертку, значит, проносить можно. Это не запрещено. Что странно. Отвертки можно запросто выколоть глаз начальнику. Наверное, стоит... А как мне установить камеру-то? А как мне установить камеру-то? Я сейчас просто думаю, как мне установить камеру у этого босса. Сплетни послушать, святое. Послушать. Представляешь, кто-то похитил мой скотч. Возьми мой, у меня два рулона. Твой не булькает. Скотч похитил. Так, торговый автомат. А я теперь могу с ним что-то вообще делать, нет? Здравствуйте. Иностранные наручные часы сделаны в Вольверде. Хранить запрещено директивой. Ага. А я могу их кому-то подкинуть, значит. Если меня сейчас не запалят на том, что я их храню. А кому могу их подкинуть? Приключения патриотов. Питер, я тут смотрел себя по повещению, и там всех патриотов посадили в тюрьму и начали пытать. Но за что? Эван, это как маленькие. Было бы за что, вообще бы не... вообще бы расстреляли. Но их арестовали же свои. Какие бы они были патриоты, если бы их поймали борецы, это уже были бы приключения и изменения. Как какие-то. Так, вот оно в чем дело, понятно. Чего тебе? Обо всем... Закончить. Часть какие-то подкинуть можно, если что. А, сейф давайте откроем. Ходы потихонечку к Хемделю добываем. Я не знаю, кому их подкидывать. Сейчас посмотрим. Тут у меня вроде ничего нету. Сейчас поговорим с... Хейзер? Тук-тук. Открывай. Может, ты у нас первая и уедешь, если что. Можно... Блин, а что если Мак Дурякович подставить? Про детей. Патриотический лагерь Молодая Гвардия. Недавно я встретил группу детей, кураторы с ними. Они были из нового патриотического лагеря. Насколько я понял, я набираю детей. Я думаю, что... Можешь отправиться их туда. Патриотический лагерь. Думаешь, моим детям там будет лучше? Их просто сделают. Пушечное мясо. Да. Думаю, гораздо лучше, что я родителям, которые... Которых терпеть не могут. Спасибо, Эван. Ты мне очень помоги. Отправил тебя в этот лагерь. Надеюсь, мне позволят с ними иногда видеться. Взрыве обо всем. Про начальника. Дети. Почему ты скажешь, что у тебя есть дети? Муж погиб на фронте, когда мы ждали второго. Я оставила их на ферме у родственников. Приехала сюда, чтобы хоть как-то их содержать. Накоплини много денег, перевезаю в город. Пожалуй, не рассказываю никому. О деньгах и личной жизни. О деньгах. Ты доволен своей зарплатой? Просткий вопрос. А ты? Ну. Вот и я. Ну. Работаю не разгибаясь. Один и кот наплакал. Приходится брать дополнительную нагрузку Магды Ракович. Так хоть кто... Хоть кого-то удается... Хоть как-то удается вести концы с концами. А личной жизни... Знаешь, что у меня видит? Молодая, красивая. Они уже не могут быть проблемами с мужчинами. Это у них проблемы со мной. Серьезно? Что ты пристал? Да, молодая, красивая, но вот только замуж никто не зовет. Именно замуж, но ты знаешь, хоть и молодая, но уже не девочка. И по койкам прыгать, это уже не для меня. Я хочу выйти замуж за любимого человека. Выдите с работы, забывайте о детях, создавайте уют. Детей ты уже отправила. По мне, так вполне нормальная жизнь. Ты так не считаешь? Согласен. Поговорить о деньгах, о личной жизни, о детях. Скажи про детей. Знаешь, предпочтение я в кисло не оценив. Почему? Мне нужно... Мне нужно одинокое... Кому нужно одинокое мое с домами, а детьми? К тому же, сам знаешь, директиву о повышении рождаемости женщины и детьми должна сидеть дома. Пусть хоть с голоду сдохнет мой дома. Я никому не скажу. Ну ладно, мне два чудесных малыша. Старший Томми, Анри, или Анри. Очень похоже на отца, жаль, что они его больше не видят. Все, что я здесь делаю ради них. Мне кажется, что я через любое море приеду, мерзнув ради моих детей. Ты их только что в детдом сдала! Ладно. Про самочувствие. Тебе в порядке? Да, так устал страшно. Дома делал отчеты. Самое обидное, что Магда их бросила в топку, даже не открыла. Или она мне... Или она мне доверяет, или это не имеет значения, хотя бы не за них заплатят. Про Донго. Хочу говорить об этом ничтожестве. Про Хернется. И вы говорите об этом, извините. Продолжите расспросы. Джордж мне помог в первый рабочий день. Я просто сильно удивился. Он вроде славный, малый был. Был, да, сплыл. Хорошему парню в наше время везде тяжело. А такому, как Джорджи, подавно. Почему? Он был слишком правильным. Любил жену, детей, всем помогал. Мог денег, заняты по лучке. Не лезь в чужие дела. Не строил козни. Умел слушать. Чувак идет к своей цели просто, смотрите. С ним было спокойно, понимаешь? Не совсем. Ты мужчина, ты не поймешь. Вот женщина, чувство, он был просто хорошим. Не знаю, как это объяснить. Были проблемы в министерстве? Какие проблемы? Он всегда был лучшим сотрудником. Нам его в пример ставили. Враги? Были враги? Увидительно для нашего гадюшника. Но нет, Джорджи умудрялся со всеми дружить. Даже с Леграном. Хотя он тут еще засранит. Слышал, Легран? За что его наказали? Я не до конца понимаю. Вернее, я понимаю, за что. Ты сам слышал, но я не верю. Но ведь министерство не ошибается. Выходит, я плохо разбираюсь в людях. Угу. Как я начальник? Это было, Хемниц, Донг, Дети, Министерство. Работаю всего полгода. Понятно. Редактирую приказы. Подшиваю корреспонденцию. Выписываю, Коммунистер. Басик, он еще. Посетитель никто не отменял. Они идут и идут. Ну так, Павел, ничего себе. Так. Хорошо. Договорились. Хорошего дня. Пока. Так, ты, дружище, Легран, чё тебе? Что тебе нужно? Как насчет того, чтобы немного поправить свое финансовое положение? Чем ты? Тебе нужны деньги или нет? Если не пыльная работенка, даже из министерства хоть не надо. Ну согласится. А че надо-то? Слушай, сюда. Наши дорогие коллеги, люди хорошие, но с точки зрения бизнеса полный крах. Ведут правильный образ жизни, не пьют, не курят. Вождя любят, блин. Я тоже люблю вождя. Да, все, любят вождя, но у меня зависла целая партия веществ, которые не должны здесь храниться долго, понимаешь? В чем проблема? Потому что наши трудоголики боятся их пробовать. Не нужно, чтобы ты рассказываем, как волшебно изменится мир, если употребить хотя бы одну дозу. Что мне? Развесить рекламу? Почти. Как ты знаешь, мой папаша, большая шишка в угольном бизнесе. И работаю я тут по его протекции, поэтому нахожусь под особым присмотром. Ты другое делаете, а никто особо не знает лицо, у тебя располагающий взгляд, честный. Хоть сейчас на плакат вождь отец зовет. Поговори с коллегами, расскажи пару историй о том, как витамины помогают улучшить работоспособность, потенцию и размер груди. Витамины? Так вот мне мармеладные мишки, лепим все что угодно. Мне нужен рынок сбыта, я надеюсь, ты мне его обеспечишь. Если кто-то заинтересуется, продай им, а потом отправляйся к садовнику. Деньги оставь себе. Отправляй к садовнику. Деньги оставь себе, все дальше с садовник. Стимуляторы, взрывы, обо всем. Хорошего дня, и тебе не хворать. Для эффективной работы. Я уже устал, я тебя все в порядке. Работа всем меня с ума сводит. Сил никаких уже, не так встал. Друзья, посоветовали одно средство, говорят, помогает в таких ситуациях. Что ты мишину? Я не специалист, но это что-то типа стимуляторов энергии. Раскрывает внутренние розеры, поднимает настроение, силы появляются. Как называется, где купить? Ну, в аптеках она не продается. У меня осталось немного, могу поделиться. А это законно? Расскажите, что это наркотик. Это типа легкого наркотика. Мне его дали по большому секрету. Надеюсь, ты мне не выдашь. Ты же не выдашь? Я могила. Сама как, попробуешь? У меня двое детей, еще не хватало наркотизации. Нет, спасибо. Ты кончишься. Блин, каждого убеждать, что... Погодите. Я могу его выкинуть сейчас, если что, да? Найдите министерственные стимуляторы, шпионские игры, останьте камеры. Найдите дешевую еду. Угу. Там нет ниже задания. То есть у нас открытое, последнее остается. Я могу задать информацию о коллегах, во-первых. Информация о должностном нарушении. Давай я сейчас сначала с Донгом поговорю. У меня есть еще папка, которую я могу... А, блин, она была не здесь. Черт. Где у нас Донг? Вот ты где, иди сюда. Наркоту будешь? Средства. Я не хочу немного расслабиться, лучше настроение. Нет, спасибо, это мешает работе. Чего тебе? Никому не надо. Прокорить обо всем. Ну-ка. Не хочу немного расслабиться в лучшем стране. Нет, спасибо. Блин. Купить закуску. Давайте куплю сразу. Такое министерство, поговорить о семье. Блин, мне сейчас страшно тратить уважение, потому что у меня его очень мало, и я могу потом просто где-то пролететь из-за того, что... Стоп. Где у нас была папка? Тут. Иди сюда. Сначала нужно поговорить с Рекович. Посмотреть, получится ли... Можно к ней часы, кстати, подкинуть и выкинуть ее к черту. Да, ждать, 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 хорошо, я понял. Так. Про помощь детскому дому. Вот так вот. Магда, вы помогаете дому негодных? Вы много болтаете, вы нахожусь очень плохо. Для вас. Распросить про дом. Что такое дом негодных? Их настроили в рамках программы очищения нации, чтобы собрать туда всех детей с отклонениями здоровья и покончить с этим раз навсегда. Нет человека, нет проблемы. Всех больных, инвалидов, коллег собирают в одном месте и делают все, чтобы они быстрее умерли. Там нет лекарств, нет ухода, даже дров нет для отопления. Спросить подробнее? Почему вы помогаете? Я не буду отвечать на вопрос у человека, который без спроса лезет в чужие дела. Предложить помощь? Не жаль этих детей. Если я чем-то могу помочь, во-первых, никогда больше не суйте носу, а во-вторых, мне нужна еда. Еда? Дети голодают. Я заглянул к ним на кухню, продукт осталось из-за силы на пару дней. А то... И то мерзлая картошка. У меня где-то был пустой талон на продукты с подписью Министерства социальной заботы, но я никак не могу найти в этой куче бумаг. Если я смогу передать его в дом негодных, то дети смогут полноценно питаться несколько месяцев. Может быть, я смогу вам помочь с поисками? Он точно здесь? Абсолютно. А где? В картотеке? Голод на пороге. Найти талон на продукты. В любом случае, уже не сегодня. Так, я нашел папку. Давай валять сюда. Надо будет... Стимуляторы, еда, часы. Заметельное средство, чтобы взбодриться, право на среду гостей решение запрещено. Хранение запрещено, директива. Я могу кого-то из своих коллег сейчас слить нафиг, кстати. Пойдемте вернем еду. Ну, вернем. Отдадим. Дружище, я тебе все нашел. Ты же не будешь обсудить подготовку к празднику. Ред Грейф, я тебя наносил, черт возьми. Ты выполнил мое поручение. Как точно, товарищ Феркессон? Все готовы. Самые лучшие, свежие. Без пафоса, как заказывали. Отлично. Это еще пару девиц, что ли, подговорчивей. В смысле? В коромыслия праздник должен быть не только для души, но и для тела. В общем, давай-ка, тащи одну блондинку, настоящую такую, с ногами от уже, типа тех... Моделики с дома, патриотическая мода. А второй, наоборот, помясистия, чтобы было за что ухватиться. О-о-о, как... Покупатели на стимуляторы. Установите камеру. Как идти на камеру? Найти эскорт. Ну, сейф сейчас даже не кликабелен, то есть я на него нажимаю и... Как интересно это. Я могу, в принципе... Могу, наверное, в принципе, донго выкинуть. Я не уверен, что прям хочу это делать. Давайте я ему часы подброшу. Вроде у меня сейчас с ним никаких активных заданий нету, кроме шутки, но я не знаю, как подшутить с ним насчет его романтических отношений. Поэтому я, наверное, немножко в тупике, что ли. На тебе часы. И, пожалуй... До свидания. Я могу сдать и тебя, и чувака с наркотой. Так я понимаю, да? Можно с садовником, кстати? О-о-о, пойдемте. Я сначала их сдам. Мне нужно поговорить с блондинкой. Поговорить о взрыве, обо всем, про начальника. Я... Материночный чайник, женат, хемниц, тонусы, самочувствуемся. А почему у меня... Это... Наша плондинка... С ногами от ушей... Я должен... Почему я не могу с ней... Ладно, позвоним. Сдам наших ребят... К черту, пусть едут. Служба доверия... Так, сдать информацию. Это правильный выбор. А я штукного рассказал? Донести я должен с нарушений. Вот. Хочу сдать нарушителей. Питер Донг. Ведет себя непатриотично, решает директивы государства. Ваш рапорт принят. Спасибо за бдительность. Ну вот, короче, до свидания, Донг. Донгу вообще прилетает... И слабительные, и жуки, и подбросил часы, и, в общем, минус. Повесят? Дорогие друзья! Жить в нашем великом государстве огромное счастье, огромное ответственность. Счастье от осознания величия наших целей, ответственность от их достижения. Выстраданные кровью, проверенные многими годами. Горькие испытания директивы министерства делают счастье наших граждан еще счастливее, а ответственность еще ответственнее. Тот, кто не может справиться с ответственностью, нарушает директивы министерства, посекает на наше счастье. Таким нет места в светлом будущем нашей великой страны. Слава нашему великому государству, мир и процветания нашей общей великой родине, счастье, здоровье, благополучие. Ура! Товарищи! Ау! Че, расстрел? Расстрел! Минус, донг. Часики. Тикают. Кстати, садовник. Поговорить про стимулятору. Расскажи про стимулятор. Чего про них рассказать? Их покупать надо. Купить. Спросить, на кого он работает. Ты не поставь, асимулятор? Я их не знаю. Закончите разговор. Вообще без проблем. Я, по сути, сейчас могу подбросить стимуляторы нашей мадами и избавиться от всех троих? Могу ли я такое сделать? Кстати. Ну, они же запрещены для проноса в это. Значит, нужно где-то прятать. Давайте я их буду прятать в сломанном торговом автомате. Без проблем. Если понадобится, я могу их просто уйти. И это, и все. Взрывы обо всем. Блин, мне бы о семье поговорить с тобой. Ну, ладно. Поехали. Сдадим второго. О, там новый чел сидит. Карл 801. Да, давайте второго сдадим. Анонимно. Да, да, да. Донести о нарушении. Хочу сдать нарушение. Торгует наркотиками. Марк Элегран. Да, свидание, дружище. Не патриотично нарушать директивы государственного. Ваш рапорт принят. Спасибо за длительность. Еще минус один. Сейчас с тобой сделают. Тоже расстреляют. Дорогие друзья, когда мы смотрим вперед, перед нами открывается невероятное будущее нашей страны. Фантастические картины прекрасной великого мира, в котором мы с вами будем жить. Сможет увидеть каждый, кто, честно, работает на своем месте и любит свою страну. Поэтому мы должны каленым железом выжечь тех, кто хочет отвлечь вас от этой мечты, кто подменяет грезы о будущем грезами наяву, кто отвлекается граждан от нашего великого дела. Среди нас нет места наивным мечтателям и их пособникам. Только тяжелый и самоотверженный труд на благо Родин придет нас туда, куда смотрим. Слава нашему великому государству, мир и просто наше общей великой Родине. Счастливым здоровьем и благополучия. Ура, товарищи! Блин, сделали бы казни... О, казни разные! Окей. Отсечение головы. Хотел сказать, сделали бы казни разными, но пока что все три казни были разными, это прикольно. ХД еще. О, Divine, конкурентная среда. Эмм и Хайзер. Окей, конкурентная среда. Мои коллеги добровольные принадлежи снять свои кондиционеры в списке. Ну, по идее, я могу ей подкинуть наркоту, и она тоже уедет, если что. Может, так и поступить? Блин. А что меня с ней связывает? Какие квесты? Голод это кракович, повышение эффективности стимулятора я не хочу. Шпионские игры, установить камеру, пир на весь мир. Это опять к шефу. Игра на чувствах Донго провалена. Ну, потому что Донго уже, собственно, и нету, жаль. Я мог, наверное, на его страсти как-то сыграть, я просто не нашел ключи, как это сделать. Очень печально. Найти эскорт. О, друзья. Или не друзья, кто вы? Сегодня отличный день. Что ты имеешь в виду? Поговорите о погоде. В легом погоде. Хорошая, как и всегда. Закончить разговор. Вот этот чувак, который пониже, он мне кого-то напоминает. Так, в торговом автомате у нас есть наркота. Я сейчас пойду, поговорю. Ничего сказать не хочешь? Взрыве обо всем. Я сегодня, возможно, даже, кстати, и не поработаю, раз уж на то пошло. Ты, ты кто? Сотрудник 80-й. Карл, извините, я должен вернуться к работе с однослужебной инструкцией. А, то есть, мои ребята, с кем я работал, они еще и нормальными были? Ко мне сейчас вообще полных зомби подсадят, да? Я понял, эти папки у нас чисто для того, чтобы отвлекать зрителя по всем. Про Донго. То есть, как я к нему относилась? Мы слишком правильным, не верится, что он мог прикрывать, что он мог прикрываться, мог прикрывался этой правильностью, мог прикрываться, видимо. На самом деле, был преступником. Во всем самочувствии. Министерство. Дети Петердон Хемниц, проначальника. На самом деле, я бы ее тоже сдал бы, но она высокая блондинка, и, мне кажется, она мне понадобится. Добрый день. А что, если такая погода, говорят? Какое-то понятие у него. Накончить с разговором. Уже несколько дней работаем, ни окон, ни отдыха. Да идите бы в задницу со своими... По всем... Должность... О семье. Человек, вам не кажется, вы с этим не судите, а спрос был, быть вежливым. Тогда... Получается... Очень жаль, что Карл, Карл, Карл 962, они теперь все Карл и стали. Я понял. Как мне установить камеру в кабинет начальника-то, елки-палки. Может быть, мы сможем установить камеру в разгар всего того месива, которое будет там происходить, когда будет вечеринка? Сколько стоит у тебя товар из запрещения 350? 350. А расспросить про семью? Давайте я, наверное, тогда у Марвиц расспрошу про семью. Сирена, у вас есть дети? А ты что, папаша, папаша набиваешься? Спасибо. Не хватает своих. Просто интересно, как вы все знаете. Что тебе интересно? Здесь много детей. Было трое. Одного еще в первую западную кампанию призвали. Перемолола его война, как орех в первый же месяц. Второй недавно нарисовался контуженный, говорит, списали из армии. Ведь она здоровенная, мозгов как у младенца. С ложечки кормлю третий. Ладно, что-то заболталось. Работать надо. Муж... Объелся груш. В смысле? Однажды младшему принесла несколько груш, выменяла на рынке. А эта скотина пьяная их все сожрала под самогон. Что было дальше? Я тогда молодая была сильная, а поплохела ему, в общем. Кровотечение из носа открылось. Так и помер. Но травление. Страшное дело. А родители? После того, как младший родился, они нас к себе позвали в город. Комната тут у них в социальном доме большая есть. Пятером. Но в тесноте это не в обиде, так сказать. К тому же, всегда есть кому капельницу поменять, если что. Капельницу? А что у меня болезни родился, лекарства ему нужны. А какая-то изменяемая сестра, я только пирожки и печь умею. Так. А что-то помогает? Конечно. Чуткая забота важнее. Постоянная победа на фронте. Шутите? Вижу, в шоке. Вижу, просто окупаюсь в заботе. Угу. Ясно. Или, наверное, надо было это раньше сделать, да? С собой ничего, мне запрещенного нету. Камера, бутыль. Вроде все нормально. Я могу подкинуть наркоту. Я бы сейчас, наверное, даже избавился бы от девушки. Но почему-то я все думаю, что у меня получится как-то его говорить с боссом. Посмотрим, как это все будет выглядеть на самом деле. Я очень сомневаюсь теперь в этом. Я могу просто бахнуть хазар ее тоже там что-то с ней сделают и все. Поговорить о погоде. Погода. 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 Люблю дождь. Очень много незнакомцев, с которыми можно поговорить о погоде. Нет, не нравится. Это настораживает. Охранник. Могой с тобой о чем-то покорить? Ха-ха-ха. До свидания. Сходим домой. Я с ним даже работать не буду. А что я могу дома за три часа сделать? Посмотрим. я не знаю где мне женщины эти возможно сейчас у нас будет опция выйти на улицу что-то поискать где-то да раз не в министерстве значит здесь деньги чё по деньгам кто-то здесь ломится аренда жилья подавитесь кто стучится в двери ко мне опять управляющие чтоб тебя чему надо дать посмотрим здравствуйте иван вы слышали что-нибудь про патриотического лотерея возьми билет убей борется до читал газета что сбросили на билеты всем доме всем вместе купить билеты участвуйте поступили поступите с выигрышем с чем эти лотереи должен быть призы а вы про это там полагается какая-то сумма разделим на всех но мы видят все не для денег а чтобы поддержать мудрого вождя это как вы с нами собираем по 50 отлично я знал что настоящий патриот не забудьте об этом если если билет выиграл а вот человек не думайте о том что родина может сделать для вас подводить что вы можете сделать для родина все сказано великий очень сказал нет один парень по имени кеннеди ты его не знаешь он не из хельмера не смей больше задерживать всего до доброго ты его не знаешь из хельмера а зачем мне теперь серия сериалы смотреть а если еще погодите я хочу посмотреть что я могу сделать при выходе на улицу потому что сериал то я посмотреть всегда успею есть квестовое что-то три часа дайте поищем что-нибудь для нашего дружище вы выходите на улицу чтобы немного прогуляться не заметили себя как с квартале красных фонарей в одном из переулков на узком тротуаре дорогу вам преграждать ярко накрашена девица в нем не патриотично имени юбки она предлагает приятно провести время в ее компании неподалеку погодите как она выглядит ярко накрашенная в непатриотичной согласится вы обмениваете скольки банкнот на пару десятков минут удовольствия в комнате девушки вы так и не узнали ее именно выходе из подъезда вы сталкивались искрикливо одеты мужчины он протекла там свою визитку взять найти escort найдено почему улыбается приглашает за их любое время чувствуете приятную усталость во всем теле вы отправляетесь домой конец супер нашли escort но тогда получается мы сливаем нашу бабенку то я могу еще раз посмотреть здрасте положи романтические девушки если у меня появится с ней какой-то интересный диалог завтра минуточку я еще проверю телефон что мне кажется немного сомнительным набрать номер кеннингему позвонить сутенеру я вас слушаю извините у меня есть визитка в общем хорошо хорошим и выставить меня нёшься как трех и третьеклассник в женской бане говори быстрее время друга мне нужна девушка точнее даже две определенном возрасте все мужчины проходят через этот этап можете мне помочь с этим если могу иначе ты бы не занял поэтому где-то находишься встречу вас на проходное министерство вот так даже вот выбрать escort позвоните по номеру с визитки выбрать это непростой мальчик я люблю я просто такими чао скоро увидимся положить трубку но потому что по личным целями на министерстве я не мог бы позвонить поэтому приходится делать так все поехали спать а возможно нужно было выйти прогуляться вокруг дома может самое что-нибудь случилось бы черт ладно мне сейчас интересно сохранились ли таблетки в машине а черт мы же собирались картотеку еще слова на картотеку блондинку ноги от ушей и дон хуан знаете ребят тогда на этом мы сейчас тогда серии и закончим потому что мне кажется там будет очень интересно но это может немножко затянуться поэтому пока что спасибо что были с нами всем удачи добра поправим все молодушек и всем покеда а а а а а а а